Предмет наших занятий, это комплекс знаний, которые нужны ланевисту первого, второго, третьего года обучения. Это не для сборной страны, допустим, там совсем другой подход, другая практика, другие знания. Но объем все равно материал довольно большой, и поскольку мы по времени поджаты, то материал будет довольно конспективно. И объем довольно много, и динамика, и теория полета, и элементы метеорологии, и оптимизация маршрутного парящего полета. Это некоторые расчетные характеристики планера, потому что вы имеете, допустим, свой планер. Ну, свой относительно. Кто-то, за кем-то он закреплен, допустим, в горле, и товарищ на нем летает год, второй, третий. Кто-то свой уже начинает покупать. Планеры могут быть разных типов. Но будут приходить постепенно разные планеры. Поэтому уметь обсчитать свой планер, получить для него оптимальные характеристики, с помощью которых потом можно регулировать свой маршрутный полет. Много интересных вещей тактического плана. Допустим, Дерри дает одно, ее надо знать, конечно, как общинашка, откуда и как все это получается. А потом мы отклоняемся несколько в философскую, тактическую сторону. И получается, что то, что получено в теории, немножко применять надо иначе, а иногда и немножко, вплоть до наоборот. И от чего и почему вот этими вопросами будем заниматься. Далее материал будет перемешиваться. Дело в том, что за ряд лет, многих лет, опыт показал, что удобно начинать с каких-то азов. Потом, по мере накопления некоторых знаний, можно их применять и в одной области, и в другой. Тогда появляется возможность ответвляться в одну, в другую сторону. По мере накопления знаний там, снова или соединяться, или ответвляться, и продвигаться дальше. Так, чтобы не возникало вопросов из формулы, а это откуда и почему. Чтобы не возвращаться назад, или не отвлекаться, а вот тут так и так. То есть одно вытекает из другого, по мере накопления знаний по пройденному материалу. Ну вот, то, что нам предстоит. И этот комплекс знаний крайне необходим пилоту. Это напрямую связано даже и с безопасностью полета, потому что надо четко понимать, какие процессы происходят при ваших действиях, когда вы находитесь в кабине летательного аппарата. И как он должен отвечать на ваши действия, почему, где можно, где нельзя, где какие допуски. Когда вы проходите курс летного обучения, то у инструктора зачастую совершенно нет времени достаточно подробно объяснить вам, почему и как. Ну, летный день довольно насыщен до начала полета. Какие-то занятия, ну, там, на пальцах немножко чуть нарисовать, показать можно, но, в принципе, объемно провести занятия не получается. В конце летного дня, после всех нагрузок полученных, ну, просто там не остается времени. Ну, допустим, я как конструктор, я начинаю, если в 11 лет, ну, мы там в 10 выкатываемся, какие занятия. А в 10 вечера я только из задней кабины вылезаю. Ну, опять же, какие же занятия. Там только до стакана если дойти. Я шучу. Вот. Ну, ладно, тогда начнем. Начнем вот с примитивных вещей. В процессе наших занятий мы будем некоторые примеры рассматривать чисто практически, вплоть до расчетов простеньких. Но вот так или иначе они нужны. И вы должны уметь рассчитать, там, скорость ли, вес, режим какой-то. И принято в айтодинамике и в теории полетов пользоваться старой, доброй технической системой. МГТС. Метр, килограмм силы, секунда, без ньютона, вжовывали. Вот здесь этого, в этом нет необходимости. То есть система МГТС это метр, килограмм силы, секунда. Ну, а производная от них масса маленькой буквой. Где мы будем писать ее? Давайте ее вот здесь лучше, килограмм. Ну, метр, это метр, секунда, секунда, это размерности уже. Для массы размерность, она вытекает из закона ньютона. Первое, как помните, это звучит, что если на тело не действуют силы, то он движется прозринейно и равномерно. Мы будем пользоваться этим законом, вспоминать его. И наоборот. Второй закон, в принципе, первый является следствием у второго. Второй закон выведет так, что сила, которая действует на тело массы n, обеспечивает ему ускорение. Если сила постоянно, то ускорение, то есть движение равно ускоренное. Вот способ померить массу или определить, находясь на Земле, ну, легко. Допустим, где-нибудь в космосе надо приложить силу к массе, а надо начать двигаться с ускорением, с равномерным. Ну, а не имея возможности попасть туда пока, да, мы можем массу определить через силу, поскольку у Земли есть такой закон всемирного притяжения. Вот есть он. Почему непонятно, но он есть. И почему он в таком виде, тоже непонятно. Но, будем считать, что это постулант экстремен. И вот два тела, Земля и, допустим, килограммовая образцовая гиря, в своем взятии с палаты мировый сок, притягивается к Земле с силой 1 килограмм. Если поставить ее на подставку, или поставить на пружинные рисы, пружина сожмется, ход пружины покажет. Можно проградуировать. Покажет вес 1 килограмм. А если убрать подставку, эти два тела начнут падать друг на друга. И Земля на это тело, и тело. Ну, Землю одним килограммом сильно не разгонишь, а гиря начнет падать равно ускоренно, поскольку сила притяжения постоянно, и это ускорение легко меряется. Ну, как, допустим, до первой секунды, правильно, в половине. Ускорение. Вот. И ускорение свободного падения у нас обозначается буквой G и 9,81 мс2. Вот. И, соответственно, масса может быть определена так. ее размерность килограмм то есть, что масса силы деления на G килограмм деленный на метр за 30 секунд в квадратную. Вот такая размерность у массы силы. Размерности, когда вы будете когда-нибудь делать зачисления, чтобы проверить себя, чтобы вы не упустили какой-то параметр или какую-нибудь составляющую в форме, надо обязательно использовать. Тогда они между собой сократятся. Если вы ищете силу, то у вас должен получиться килограмм, если вы ищете скорость, то у вас получится метр в секунду, ну и так далее. А если не получилось, значит G-происчение перед формуле у вас произошло. Вот. Теперь мы будем... Сейчас начнем с элементов аэродинамики. Да, но перед этим мы живем в воздушной среде и летаем в коны. И эта среда специфична. То есть воздуха вроде как бы и нет, но он имеет массу, имеет вязкость. Это и обеспечивает наше... Вернее, взаимодействие потока воздуха с тем, которое оно обтекает. Ну, или с нашей... Обтекает наша летательная параметра. Поэтому очень важный параметр, который характеризует нашу воздушную массу, это массовая плотность, обозначается буквой РО. Это количество массы, которая содержится в единице объема. Ну, поскольку у нас техническая система метр, мы берем единицу объема метр. Значит, если взять кубик метр на метр на метр, если воды налить, будет тонна, да? По весу. А если воздух? Ну, взвесить мы его не можем, поскольку законы Архимеда не позволят. Ибо вокруг тоже вот... Ну, предположить, если что, этот кубик в космос отправить и, допустим, начать его разгонять, то можно массу померить, если знаем силу и ускорение воздействия. Так вот, вот этот кубик весит 1,2 кг. Почему больше? То есть масса все-таки есть у воздуха, и немаленькая. И когда этот воздух довольно быстро течет, то вот эта масса оказывает воздействие на обтекаемое тело. И, соответственно, я сказал, сколько он весит, но массу мы определяем вот так, как вес, деленный на ускорение. Поэтому размерность уро будет килограмм силы секундный квадрат на метр в четвертый. Такая хитрая размерность. вот, но мы будем для начала иметь дело с массовой плотностью ровной, которая соответствует нулевой точке стандартной атмосферы. Это уровень моря плюс 15 градусов температура сухой плотностью. Расшифруем эти понятия. Дело в том, что для того, чтобы приводить все к одному знаменателю, испытываются ли летные, летательные аппараты, или проводятся какие-то эксперименты, для того, чтобы результаты можно было сравнить, их надо привести к одному и тому же, к одним и тем же условиям. Одним из этих условий является пересчет всех полученных результатов. Они могли делаться высоко или там при какой-то другой температуре, пересчитать их на единые, на единый параметр, на плотность воздуха и уровне моря, где оно равна 0,125. Вот такая красивая цифра. 1,8 килограмм, секунда квадратная. При температуре 15 градусов, при стухом воздухе, если температуру повышать, расширяется воздух, ров падает, если подниматься вверх, давление тоже, плотность падает. Ну, а что касается сухой воздух, вообще, как говоря, наш воздух состоит, как вы знаете, из азота на 80, почти на 79%, кислород 21%, ну и там мелочевка. вот, ну, если считать, что воздух почти весь состоит из азота, у азота массовое число, атом довезет к 14, да, Н2, это будет 28, ну, немножко кислорода, ну, будем считать 28. по сути. А у паров воды это H2O, H16, плюс двоечка, 18. То есть паров воды существенно легче. И если именно ну, не насыщать, а добавить вот в наш кубик немножко паров воды при том же давлении, то ров полегчает. Поэтому приметно говорить о том, что воздух сухой. Вот. А в жизни, в реалиях, даже на уровне моря, и при 15 градусах зимой пробуют чуть-чуть подальше, ну, на 1%, потому что всегда в воздухе есть пары воды, а летом аж процентов на 5, на 6 легче. Вот. Ну. Пожалуй, на этом пока. Ну, да, доска двиняная, тут место есть. Ну, и давайте перейдем к тому, что течение воздуха ну, или газа, оно мы можем его умозрительно и двусловно разделить на некоторые струи. Вот. Можно посмотреть течение в трубе, оно может быть переменного сечения. А можно рассмотреть ну, вот. Как-то идет поток. Вот здесь он вот так, здесь он вот так опять. Здесь выделим эту струюку тока и вот эту струюку тока. Рассматриваем плоскую картинку, но подразделяем, что для простоты то туда эта картинка распространяется до бесконечности. То есть, так, как бы, вот, так можно вымереть там. Если удалиться туда и взять какие-то единичные размеры, можно круглым взять сечения, если хотите. Тоже можно. Вот. Здесь будет площадь С1, здесь будет площадь С2, здесь будет скорость В1 и чёрт газ. Струйки тоже. здесь будет В2. При вэродинамике при вид гидро... Есть такая наука гидродинамика, которая имеет дело с газом или жидкостью, которая не имеет массы, не имеет плотности, не имеет вязкости. И там применимы математические методы довольно интересные, но сложные. В первую очередь ТФКП, теория функции комплексного перемена, очень красивая математика, но сложная. Она позволяет рассчитывать струйки тока, обтекание тела, или рассчитывать тела, которые мы хотим получить, по минимуму давление, ну, к примеру, ТУ-144 переднюю громку посчитать, который бы на сейер-буке давал минимальное сопротивление, вот если я этим занимался. Ну, и есть аэродинамика, которая имеет дело с реальными газами. Мы, конечно, будем заниматься аэродинамикой, но некоторые материалы удобно не набрать, а уже как готовый результат полученные гидродинамики, они переходят в виде формул при полученных соотношений два аэродинамика. Но в данном случае вот стройка тока реального газа с массой течет, выделили стройку тока, можем считать, что это труба, а можем что стройка тока, без разницы. При этом у нас мы должны наложить некоторые условия. Во-первых, когда газ здесь течет, что нет обмена через стенки, обмена энергии. Это во-первых. Течение ограничено вот этой линии довольно жестко. Наружу оно не уходит, течение равномерное совершенно, никаких перемещений нет, все стройки идут параллельно друг к другу, внутри нет ли трубы, нет ли трубки тока. Далее еще одно условие, что течение неразрывно, нет дырок или кустов, и газ не сжимает, бывает и иначе, если течение очень быстро из сверхзвуководика становится сжимаемым. Но мы вопросами сверхзвука или дозвука заниматься не будем, поскольку те скорости, которые мы с вами используем, они не превышают 300-400 км в час, ну 300 за летом, уже после 300 лайнер во флаке входит. поэтому масса не может здесь войти. Вот мы рассмотрим течение за единицу времени. За единицу времени здесь вот это сечение сместится на такое расстояние, ну а здесь оно сместится как-то на другое расстояние. Так вот, сколько массы было в этом объеме, за секунду прошло через это сечение, столько же массы пройдет, и через это сечение за секунду, поскольку не добавится, не убавится, масса в группе тока не может окон сохранение массы. Это значит, что вот этот объем, объем это за секунду, объем это площадь умноженная на скорость здесь, ну и на массу. Равняется вот эти площади умноженные на это, ну и тоже на массу. Массы сократятся, в общем получается довольно простенькое соотношение, его еще в свое время, по-моему Эйлер лет двадцать назад выявил, что течение в трубке тока или в трубе происходит так, что скорость в суженном месте увеличивается, увеличивается по квадрату линейного размера, то есть по площади данной трубки. Ну вот если взять здесь радиус, то по квадрату радиусу. Вот такое простенькое соотношение, закон сохранения массы или закон сохранения объема газа, протекающего по трубе в любом у вас сечении. Ну простенький закон, он выполняется везде, всегда, ну может быть кроме ухоиды. Вот, там если стекает одно, то может вообще не стекать. а так в этой трубке тока еще вот интересно посмотреть энергетик. Мы договорились, как постулат приняли, что в обмене энергии нет между соседними трубками тока, ну это естественно. Вот, тогда энергия вот этого гелчика это объем, ну объем мы обозначим там буквы В кругленькая В1 умноженное на давление будет нехорошо на чем писать В1 умноженное на В1 это энергия, которая содержит сжатый газ вот в этом объеме плюс его кинетическая энергия это В квадрат В1 деленное пополам и будет то же самое закон сохранения энергии для В2 В2 плюс М В2 пополам ра ну ρ мы как посчитали как масса здесь ρ это масса поделенная на объем количество массы поделенная на единицы объема если заменить объем мы можем переписать как масса деленная на ρ 1 но он у нас 1 и 2 плюс В2 В2 квадрат ла В1 это постоянная величина ну или масса если унести в постоянную то да получается давление плюс ρ В2 пополам величина постоянная трубки тока вот это давление называется статическим а это давление называется динамическим и обозначается буквой Q Q это динамическое давление ρ В2 пополам вот надо запомнить вот ρ желательно все как выглядят динамические давления означает буквы ну или мы можем теперь написать что давление статическое плюс давление динамическое это величина постоянная трубки тока вот вот эта вещь называется уравнением вернули страшно звучит но очень просто получается и это основа основы аэродинамики и на ней движется все что что делает тело или движущиеся воздухи или тело неподвижно воздух движется в принципе есть такой принцип подключительности он как принцип как постулат не важно что движется воздух по отношению к телу или тело по отношению в газе результаты получаются одни и те же ну полуочевидно доказывать это невозможно это постулат вот что из этого следует ну следует вот что что если нет движения то давление или там где его нет давление можно обозначать статическое ну а динамическое это остается буква Q так вот при наличии так если мы попытаемся померить ну вот допустим есть поток а вот так труба стадет начинает на крыше вот еще а здесь не подвижен здесь там где-то поэстатическое вот и в печке нет движения там поэстатическое а здесь какое-то давление P плюс статическое давление можно померить тут динамометр то есть манометр поставить мы можем еще не ставить просто потому что здесь само Q оно вот в таком положении неизмеримо поэтому это давление будет больше чем это и когда ветер над крышей то печки хорошие тяга это всем известно в деревне нашей вот если взять два леска и подуть они начинают садиться так давление наружу там нет потока давление больше чем там где есть поток вот это и используется очень широко в аэродинамике потому что там где струнка только поджата давление вот если мерить вот нормален вывести сюда трубочку или панометр то в этом месте давление будет меньше чем здесь там где скорость меньше где скорость больше там давление нет потому что часть энергии в виде динамического напора сделала на себя довольно часто можно это встретить знаете я могу даже такой практический пример привести интересно надо приходится ездить на машине с телегой с планом ну телеги площадя большие и если хорошо разогнаться на машине то есть риск выйти в резонансное колебание там где-нибудь ну смотря как телега загружена как массы там размещены но при некоторой скорости могут начаться колебания телеги причем качок один качок второй на третьем качке по вальсу заметая на дороге всех и вся и сзади кто идет и спереди ужасная штука поэтому нельзя превышать ту скорость которую позволяет данный телег особенно с ним может подбор это очень опасно вот ну знаю допустим что телега позволяет мне ехать со скоростью 80 я еду спокойно в зеркало фура меня догоняет на большой скорости немедленно сбрасываешь скорость почему проходит фура между нами вот такое расстояние поток их сразу начинает сжимать телегу бросает на фуру и еле успеваешь рулем перекурнан нужен приличный опыт чтобы удержать машину и телегу на месте иначе можно спросить дороги вот это наглядное совершенно проявление закона вернули уравнение закона вернули а иногда я как-то видел на дороге вверху слишком близко прошли их раз качнулись друг другу и ободрали друг другу борта и значит товар рассыпался по дороге пробка ящики лежат полной дороги слишком близко прошли раз качнулись рессоры сработали вот ну и может быть еще один пример по равнению вернули очень такой для нас наглядный и широко используем вот рассмотрим вот такую трубочку и поток оттекает центральная центральная линия обтекает так обтекает обтекает здесь у нас В1 давление в долин а здесь давление P2 плюс Q2 ну вообще говоря здесь поток затормозился полностью и Q2 ушло в ноль потому что оно зависит от скорости а скорости нет остановился поток значит вот эта трубка если сюда манометром поместить будет мерить разность вот этих давлений а она равна величиннику вот делается так вот тут ставится допустим сельфонная коробочка сельфонная коробочка у нее бока рембристые и пружинистые и заводится вот сюда это давление а вот здесь внизу лучше написать удобнее стрелка и шкала появился поток возникла разность давлений перешла она мы ее подали в телефонную коробочку она разошлась поскольку избыток давления и относительно этой оси стрелочку сместила сюда подальше 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 показывает нам деление фактически это манометр но если деление проградуировать скорость и поток то мы получим указатель скорость и вот это устройство как это не покажется странно от царя-горова до теперешних времен используется на всех летательных аппаратах у нас нет другого способа померить скорость полета нет то есть сейчас конечно появились допустим доплеровские способы измерения но в авиации они неуместны и неудобны пусть даже ну можно теперь GPS использовать но там тоже методическое погрешное GPS будет отмерять нашу скорость относительно земли будет брать две крайних точки делить их на время но тут примешивается и движение воздушной массы в которой мы находимся оно всегда имеется поэтому чисто скорость померить вот эта скорость она называется воздушной или истинной в авиации эта скорость относительно потока она не всегда может соответствовать скорости относительно поверхности земли потому что здесь кстати тоже накладывается и движение воздушной массы с которой мы перемещаемся но помимо того что она меряет скорость относительно воздушной среды грудуировка которую мы провели на уровне моря будет отвечать скорости именно там где мы проводили грудуировку а если изменится температура изменится ром изменится высота изменится ром прибор начинает искажать показания это называется методической погрешностью методическое слово метод измерения метод измерения вот мы нарисовали и поскольку скоростной набор входит не только скорость но и плотность массовая она может быть переменной то возникает искажение с подъемом на высоту плотность падает и прибор начинает завирать он начинает занижать скорость то есть пока допустим на высоте 1000 метров он показывает 100 а на самом деле наша скорость будет 105 относительно воздуха истинно а на высоте 2000 показывает 100 будет 110 как я посчитал вы поняли или нет я скажу тогда что ну забегая несколько дальше мы пока атмосфера не друга приблизительно можно сказать что с подъемом на каждую тысячу метров давление падает на 10 процентов но если давление упало на 10 процентов то поскольку квадрат скорости то скорость упала на 5 ну я не хочу время то математики не нужно разбираться то легко понять как это получается поэтому если на высоте 2000 скорость давление упало ну и пловкость соответственно 20% то скорость будет искажена на 10 километров сейчас ну и скорость на 10 процентов вот ну пока не будем для того погрешность дальше использовать в наших рассуждениях хотя потом придется это очень важно в перспективе для ну оставим вопрос вот очень важное очень наглядное применение уравнение вернули или соотношение вернули для нашей авиации ну и в конце концов когда обтекается профиль крыла какой-то скоростью дала на бесконечности вот здесь крылька поджалась а здесь крылька расширена нехорошо здесь вот тут у нас подтормозился поток а тут ускорился разное сечение поэтому здесь давление больше а здесь давление меньше вот так и разность этих давлений на нижней и на верхней поверхности и дает нам подъемную силу крыла вы на два когда на прыжки летали не обращали внимание как выглядит крыло ну наверное там когда на первый прыжок не до крыла но если посмотреть там же два крыла на нижнее крыло в иллюминатор а у него от лонжерона до задней кромки перкалем обклеено крыло как проимоличен покрашен то есть он непроницаемый и вот если посмотреть он приклеен там и пришел к нервюру между нервюрами надувается то есть верхняя часть перкаля то есть там разряжение которое вот эту верхнюю часть крыла нижнего крыла тянет вверх а если смотреть на верхнее крыло в нем вогнуто перкаль вогнут там давление ну вот эти вот разницы или вот эти силы и держат самолет в воздухе и опять же все это основано на уравнении вернули потому что разница в структах тока которые обтекают в скоростях на верхней и на нижней поверхности и распечивает вот 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 это подъем так ну ладно это будет как раз теперь посмотрим вот какую штуку обтекается пластина тонкая током газа ну воздуха допустим нашего что при этом происходит вот я употреблял такой параметр как вязкость она отмечается на пулемет и имеет размерность на пулемет ну это не суть важно в данном случае важно вот что что здесь вязкость трактуется как способность газа при обтекании поверхности самым нижнем слое который контактирует с поверхностью прилипать к ней называется гипотеза прилипания то есть самый ближний слой прилипает к поверхности а другие слои двигались друг относительно друга с определенным трением способность прилипать и создавать трение смещаясь друг относительно друга у поверхности тела это эффект вязкости и он проявляется в том что у самой поверхности получается некоторый слой задарможенного газа причем он начинает нарастать от нуля к передней кромке я гротески нарисую на самом деле там сначала доли миллиметра потом миллиметры но я покрупнее нарисую вот этот заторможенный газ в поверхности называется пограничным слоем и толщина пограничного слоя начинает нарастать ну и пограничном слое скорость и скорость где-то на некотором удалении она какая вот здесь она нулевая в поперечном сечении пограничного слоя она от нуля уходит до скорости потока и происходит это здесь допустим там полмиллиметра здесь в один миллиметр дальше больше и что интересно на каком-то расстоянии вот вот этот характер да и здесь слои перемещаются параллельно друг к другу вот стрение но не перемешивается и там где поток почти восстановился мы считаем или условно называем это границей пограничного слоя начиная с какой-то точки вдруг начинает пограничный слой нарастать более интенсивно если в него внимательно как-то посмотреть подкрасить этот газ то уже здесь слои будут не двигаться не параллельно друг к другу а иметь микровихри это течение называется турбулентным а это ламинарным за счет того что часть энергии потока тратится на завихрение микрозавихрение газа естественно расход энергии увеличивается и торможение соответственно увеличивается и пограничный слой нарастает вот такая штука ну и фактически получается уже что газ обтекает не пластину а вот это тело такое реальное поскольку я здесь нарисовал границу пограничного слоя в очень большом масштабе реально реально взять наше крыло запустим оно правда не пластина но да где-нибудь до лонжерона там миллиметр пограничном слое но задней кромки порядка сантиметра полсантиметра сантиметра получается что наше крыло наш профиль обтекается не в том виде как он геометрически исполнен а немножко с утолщением задней кромочке ну и получается что вот здесь заторможенный поток поток потерял часть своей энергии она действует по касательной поверхности и вызывает внутреннюю силу силу торможения силу сопротивления направленного вдоль потока ну идет начальник упадения вот такая штука теперь вот это положение точки оно определяется для разных газов оно будет разным если там гелем отдувать одно азотом другое а смесь у газа как на шоу тут хоть третий даже если есть такое число ринольдса оно пишется как произведение скорости вязкости на ну вот это L лучше я саму оставил дай обозначку деленное на вязкость и умноженное на плотность вот так оно вы понимаете что если скорость менять то положение этой точки меняется вообще это число показывает соотношение силу вязкости к силам инерцион потому как определенной инерцией обладает вот эта масса и а вязкие силы ее тормозят вот их соотношение дает нам вот эту картинку и если скорость увеличивать то вот эта точка ползет вперед и если взять диапазон наших скоростей пламя вот что нибудь от 20 метров в секунду можно порядка 70 72 так вот до 50 метров в секунду это 180 вот в этом диапазоне эта точка плавает от полтора метра до 06 метров 06 метров при максимальной скорости ну и видно что поскольку хорда крыла профиля крыла свет бывает в общем мы можем считать что большая часть поверхности крыла отыкается ламинатным потоком и только он может становиться турбулентным где-то ближе к залонжерону что-то ближе к задней кромке нам не желательно иметь турбулентный пограничный слой потому что он даёт большее сопротивление там быстрее нарастает пограничный слой и увеличивает если всё крыло обтекается турбулентным слоем то сопротивление будет существенно больше нежели всё крыло ламинат вся поверхность пока это ламинатно пока не шутся ну как вот число ренольца для воздуха это ренольц свободной атмосферы оно равно так для общего создания слоем 2 умноженное на 10 в шестой но число ренольца несколько отвлекаясь всё широко используется в динамике особенно экспериментальной вы понимаете реально крыло большое допустим у самолёта хорда здоровая рактрубу реномическую запихивают модель для того чтобы вот эта картинка пограничного слоя соответственно и силы которые должны получить были модельны то есть геометрически подобны нам приходится на маленьком крылышке в профиле трубе чтобы получить положение вот этой точки вот здесь увеличивать допустим мы уменьшили увеличиваем скорость труб только тогда мы получим примерно такую же картинку и такие же силы как в реальном полёте поэтому стараются сохранить соотношение чисел реномица ну мы экспериментально заниматься не будем с вами это так для общего образования теперь интересно посмотреть что происходит происходит если это не пластинка а кривая поверхность все наши поверхности в первую очередь крылов это не пластинка это такая поверхность пластинка побольше просто пластинка в первую поверхность утопление тока утопление тока здесь скорость побольше вот в этой точке здесь скорость поменьше здесь скорость опять немножко уменьшаться начинает поскольку трубка расширяется вот так нарастает наш пограничный слой здесь допустим ну и нарастает а тут слои идут в пограничном слое предположим он ламинарный пока и вот за счет того что здесь давление чуть побольше оно по-нормале передается на поверхность тела которое текается и автоматически оно же присутствует в самом нижнем прилипающем слое а вот здесь давление поменьше и соответственно большее давление начинает или имеет тенденцию продвигать вот этот нижний слой навстречу малого давления начинается легкое перетекание в нижнем слое которое провоцирует в конце концов в каком-то месте ну предположим в этом обычно это происходит где-то 10-15-20 процентов за минимальным сечением трубки тока здесь происходит противоток который в конце концов отрывает этот нижний слой но оторвавшись он встречается с потоками которые быстрее идут получается вихрь это называется отрыв пограничного слоя но как только пошел отрыв пограничного слоя и вихри так картинка сразу поменялась здесь уже не профиль и не кривая поверхность они считают тело вот такой пограничный слой и мы уже обтекаем не такое тело а вот такое а это вот уже пограничный слой ну и понятно дикое сопротивление большие потери энергии на создание вот этих крупномасштабных вихрей и если раньше была подъемная сила связанная с тем что здесь было разное сдавление здесь статка здесь маленькая а теперь здесь большое давление подъемная сила копала вот вот и все кроты прилетели вот какое значение большое имеет для нас наличие пограничного слоя в реальной жизни и в реальном здании еще следует вот что сказать что как ни странно ламинарные слои отрывается раньше если бы здесь начался уже нарастать турбулентные пограничные слои то точка отрыва ушла бы дальше это показывает эксперимент но как эксперимент просто принимаем это как факт объяснить немножко сложно почему именно так но то точка отрыва в турбулентном слое уходит дальше а это значит что позже начинается срыв потока и меньше так сказать то поэтому появление этой поверхности при срыве меньше сопротивления даже есть такие эксперименты если что обдумается обдумается шар это линия тока отрыв вот здесь начинается отрыв вот здесь начинается отрыв 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 они регулируют положение положение стабилизатора так чтобы угол атаки на крыле был экономический который дает минимальное снижение тогда естественно больше дольше но экономического атаке очень близок к срывному если удается затянуть точку срыва и увеличить угол атаки при котором модель может вести соответственно это позволяет уменьшить собственное снижение а борьба идет секунды пусть выиграли пять десять секунд но это показатель спортивного и это дает им а мы этого не делаем вот но дело в том что у нас показатель другой параметром является у нас показатель скорость которую мы показали на маршруте и наш элемент полета состоит из двух частей мы набираем в потоке высоту а потом на переходе ее расходы соотношение реальное вот этих двух частей мы примерно одну треть полета проводим в наборах и две трети мы проводим на переход и вот если мы турболизируем наш профиль да мы можем немножко затянуть точку срыва то есть немножко уменьшить возможно собственное снижение лагер но очень незначительно и выиграешь в потоке секунд будет небольшим но тогда на турбулентном потоке на переходе сопротивление будет очень большим соответственно мы потеряем ледное качество на крыле фактически динамическое качество не сможем так быстро лететь или сможем так быстро лететь тогда крутым углом теряя высоту и это становится невыгодно поэтому у нас задача наоборот их ламинизировать оттянуть как можно дальше область ламинарного потока по профилю до лонжерона за лонжерон толщину максимальную профиля относя как можно дальше туда к задней пробке такой профиль получается интересный ну естественно он хуже работает на режимах парения но он зато дает некоторый выигрыш на переходах когда мы идем с малым углом атаки не с большим а с очень маленьким углом атаки профиль обтекается почти вдоль себя вот сопротивление дает маленькое но эти профили они очень хорошо работают они чувствительны и грязи и всяким машина строго остановится не очень хорошо но такие не нужны в данном вашем развитии спасти вот ну что еще можно сказать при отыкании вот профиля пластины газом то чистота поверхности играет определенную роль если поверхность грязная волнистая то это естественно провоцирует турболизацию по граничному условию ну и ухудшение до какой степени надо доводить чистоту профиля ну заведомо что даже микронной волнистости быть не должно что же касается гладкости профиля то зеркало делать необязательно допустим если пройти с нулевой шкурки по зеркальной поверхности профиля его характеристики не ухудшатся то есть вот эти микроцарапинки они не не турболизируют поток то есть требования не с той стороны более того даже бывали на моей практике такие случаи что полированное крыло вдоль зеркала оно если пламер попадает в дождь то по полированному капли это катится и это дикое возмущение на крыле в плане сыпется как перестает крыло работать а если его шкурочкой нулевочкой обработать оно становится таким матовым то рукой ведешь абсолютно гладко а вода пленкой покрывает поверхность изменяет свою прилипаемость и профиль работает ну вы знаете то что попадаешь не часто ну бывает раз на соревнованиях на покойке фронтальной грозы и приходится помочить крыло или пробивать но это редко и вряд ли и за это стоит стараться а когда профиль крыло внимается из стафеля у него уже там сама форма отколирована и крыло практически почти зеркальному поверхности ее зеркальнее еще и руками доводим а потом краска и становится как стекло жестко на совсем через несколько дней вот после чего уже там доводить профиль используя берешь вот так ну вот поэтому вам нужно всегда поговорить теперь перейдем немножко ближе к все так так вертикально профиль вот на заре авиации когда пытались начать летать маршайский подпрыгнул чуть-чуть но упал и поломал дальше не получилось первым летом считается братья драйв взлетели в 1903 году цель и официально подтверждено зарегистрировано в принципе доказ но первые крылья народ не имел понятия о поле динамике пограничном слое ну полетит смей запускаешь ну и первые крылья просто пластины пластины вот потом жуковский когда более плотно он сначала доказал что от пластины желательно перейти к изогнутой пластине она немножко больше и дает эффекты в смысле подъемной силы а потом еще более внимательно ведь когда пластина стоит под некоторым углом атаки и открывается то кромка срывает поток то есть на небольших углах еще ничего но как угол чуть увеличишь пластина начинает плохо работать искривленная пластина чуть получше потому что передняя громка не так сильно задрана а по дуге воздух хорошо идет а потом появилась вот такая идея стали называть профиль жуковского это каплеобразное тело у которого срыв или отрыв ограниченного слоя тогда же и возникло понятие об ограниченном слое происходит существенно позже ну жуковский был приличным математиком и владел и вот у него возникла такая хорошая идея но прежде чем она возникла я расскажу немножко о том что ну как мы видели с вами вот здесь струйка тока поджатая давление маленькое здесь струйка тока расширенная давление большое и это создает подъемную силу и если параллельно гидродинамики посмотреть на обтекание вихря вихрь это вот такое вихрь это вихрьевое движение газа и если его обтекание посмотреть то вот здесь у нас ускоренное получается движение а здесь а здесь заторможенное потому что навстречу уголку причем вроде откуда возьмется это вихрь а здесь как бы поток ну это реально возможно продемонстрировать вихрь может двигаться в воздушной среде ну элементарно знаете курильщики опа спускают кольцо летит воду то есть а тот этот вращается то есть это вот наглядный пример вихря причем в природе вихрь устроена довольно титро мы с вами будем заниматься эпизодически то есть будем обращаться к этому вопросу но сейчас вот первое знакомство с вихрем заключается в том что вихрь в природе устроен так что у него есть внутренняя часть которая называется жгутом вихревой гипелью то есть на небольшом расстоянии масса воздуха или там жидкости вращается как твердое тело поэтому он называется телом жгутом то есть вот это все вращается с одинаковой угловой скоростью как твердое тело и увлекает за собой во вращение прилегающие массы жидкости газа и если радиус возьмем удаление от центра вихря а вот так скорости нарисуем и глупого у то эпюра скоростей будет такой что выполняется соотношение у умноженное на радиус и конс получается гиперболическое распределение скоростей вот отсюда вот так эпюра скоростей будет выглядеть вот так устроены все вихри в природе я не знаю почему и никто наверное не знает но вихрей много в гидродинамике доказывается что вихрь может быть и иметь концы уходящие на бесконечность один вариант другой вариант упираться в стенки третий вариант быть замкнутым кольцом ну упираться в стенки вот посмотрим вихрь на реке водоворот он одним концом упирается в дно другим в границу раздела средств водовод и там идет вращение причем центральная часть она очень маленькая сам вихрь может иметь размеры 10 20 30 метров тело при таком размере может быть полметра но оно быстро вращается как твердое тело и за счет того что масса вращается она отбрасывается центробежными силами к стенкам потому что все таки не твердое это на самом деле тело или жидкое или газообразное и тогда в центре возникает разрежение это разрежение может быть довольно сильным на воде затаскивает и с конца когда идет торнадо оно выглядит вот так твердое твердое тело центральное всего лишь не 100 метров но там дикое разрежение он засасывает все что по дороге попадали проходит прудик вместе с рыбой высасывает крышок дома автомобиль корову и пока не иссякнет он несет далеко страшная сила вот эти вихры ну и они могут быть закольцованы так вот если вихрь движется в газе ну или газ обтекает внизу в вихрь то принято тут вот эти вещи рассчитываются и линии тока и картинка более того есть такая теорема Жуковского он ее отработал хорошо и саму теорию вихрей и обтекание вихрей он доказал ну и вот то что в вихре бывает трех родов и главное что возникает сила вот эта скорость на бесконечность на тело которое является в принципе там в расчет идут вот эти линии тока кольцевые но если есть твердое тело вращается неважно вращается или нет то по нормали к нему то есть строго перипендикулярно возникает сила которая действует на это тело и эту силу можно рассчитать зная интенсивность вихря ну она там бывает циркуляцией мы не будем вдаваться ни в теорию естественно на это нет времени нет нужды мы просто это использовали ибо ему удалось доказать во первых что при всех случаях когда тело может создать разность давлений на своих поверхностях то эту разность давлений можно заменить присоединенным вихрем и чем больше разность давлений она просто заменяется интенсивностью вихрь и неважно он же доказывает пластина ли это или удобно обтекаемое тело разница у них будет только в том что диапазон их работы будет разный пластинка быстро срывает поток хорошее каплеобразное тело похоже вот но сила которая действует на обтекаемое тело она строго перпендикулярна сиркуляция сиркуляция и нормально перпендикулярно к вектору скорости на бесконечности потому что здесь разные скорости потому что их только разные скорость на бесконечности она постоянная вектор постоянная сиркуляция действует на тело если оно обтекается газом или жидкость будем считать этот вопрос экспериментальным так вот еще что вот эта система координат она удобна очень в эрдинамике и динамике полета выглядит она так своим центром она привязана к телу но жестко с этим телом не связано потому что тело может поворачиваться а оси ориентированы относительно скорости скорость бесконечности и соответственно перпендикулярнее оси эта система координат называется скоростной или полусвязанной полусвязанной потому что она связана не полностью с телом не вращается с телом меняет свою ориентацию потоку вот в ней очень удобно рассматривать силы которые действуют на телу тем более что мы уже об одной силе говорили по оси Х в направлении по потоку вообще по оси Х против потока принято рисовать ну и по потоку будет действовать сила Х ее означает сила сопротивления а здесь сила буквы у подъемная сила они дают результирующую в нем означают ввертор но боксин нас интересует сейчас абсолютное значение так вот при обтекании любого тела вот это сила сила аэродинамическая которая возникает под взаимодействие тела с потоком она она зависит от q от характерной площади с каким-то коллицентом пропорциональности обозначим его цель 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 в в цель 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 а мы его рассекли рассматриваем только профиль мы пока не рассматриваем реальное крыло у которого здесь обрезаны кончики ибо там возникают свои сложности причем эффект не слабый и поэтому чтобы упростить мы просто берем кусочек поверхности вырезанный ну какой-то единичный и вольдаме принято в качестве с брать как раз вот эту поверхность называется площадью крыла но в данном случае площадь куска крыла бесконечного вот и при таком случае ну если вы помните q q у нас вы там обозначили ну ладно я еще раз напишу что q это ρ b квадрат пополам скоростной напор динамической давности вот она входит в эту формулу подъемной силы это универсальная формула будем считать ее экспериментарной можно считать что ее можно теоретически вывести но не суть важно важно как она выглядит важно что эта сила зависит от массовой плотности от квадрата скорости от характерной площади и от какого коэффициента этот коэффициент тоже может быть переменным если меняется ориентация тела по отношению к потоку его форма но если форма зафиксирована то фактически одним параметром единственным остается ориентация тела по отношению к потоку ну эту формулу тоже надо раз она всегда запомнился чтобы можно было всегда посчитать то что вам надо итак идем дальше когда мы разложим составляющие этой силы по осям y и x я здесь сотру потому как немного попроще нас больше всего интересует подъемная сила и сила сопротивления а тут подъемная сила это ц и норовый квадрат пополам ну на х так удобно писать а подъем а силы сопротивления коэффициент ц и тоже на х и на с составляющей вот два таких фундаментальных соотношений для крыла бесконечного размаха сила сопротивления определяется фактически силами трения в ограниченном слое больше еще придумать тут нельзя и соответственно опыт показывает что если мы меняем ориентацию в данном случае профиль крыла то коэффициент цифровки не меняется потому что это мало до тех пор пока пока ориентация в небольшом пределе меняется пограничные слои остаются тем же самым и коэффициент сопротивления не меняется но мы не меняем скорость не меняем площадь потому что кусок мы вырезали определенной площадью скорость постоянно в данном случае для конкретного рассмотрения я здесь соберу будем считать что вы это запомнили очень интересно получается для подъемной силы но перед этим хотелось вот направление скорости вектор скорости и вот пластина которая работает или профиль который работает вот вот этот угол обозначается буквой альфа называется углом атаки у нас в проектированной скорости скорость на бесконечности действительно как коэффициент ци а соответственно если меняется ци и меняется подъемная сила вот так у нас у нас адж был атаки Жуковский с помощью теории присоединенных вихрей доказал и получил формальное количественно соотношение что для любого профиля хоть пластинчатого профиля Жуковского вне зависимости от того как он сделал над профилями работали и NASA и ЦАГИ потом позже профильные профиля продували Бортман леп 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 я немножко поясню дело в том что когда авиация начала бурно развиваться и уже речь о профилях усаканил то летательные аппараты с одной стороны стали в первую очередь оружием боевым и с другой стороны транспортным средством и одним из главных параметров при этом стала скорость и скорость высоты и сразу все развитие науки вся наука была брошена на исследование скоростей профилей работающих на скоростях 200 300 400 и так далее однако малых скоростей никого не интересовало и ушла в небытие ну исследования дорогие естественно то что не очень важно оно просто никому не нужно и туда деньги не уходить не только в некоторых странах в частности в Германии была построена труба ламинарная которую можно было бы исследовать в том что если в трубе сильное сечение на стенках возникает турбулентно пограничный слой и он искажает тактикальное тело и трудно исследовать так вот ламинарная труба с идеальными стенками с вентилятором который наружу в общем дорогой довольно таки тем более большая труба с ламинарным потоком в середине она всего одна на шарике и она находится в футгарте там есть институт аэроднамики и вот профессор он со студентами занялся исследованием аэроднамики малых скоростей ну у них то были на эти деньги и пригодилось планиристов вот среди студентов было много планиристов был поставлен вопрос те профиля которые нам нужны тоже бы хорошо а нам нужны профиля хитрые нам с одной стороны нам очень маленькой скоростью летать то есть на предсрывных углах атаки в режиме и на больших скоростях ну где-то под 200 км в час чтобы и там профиль работал и там и там а требования противоречивы для того чтобы профиль хорошо работал в боящих условиях он должен иметь приличную а для того чтобы он работал на большой скорости он должен быть как можно более симметричен и обтекаем а все я заканчиваю вот поэтому им удалось выжать максимум из того что нам требуется создать для нас соответствующие профиля которые работают так вот ци по альфа по Жуковскому выглядит так ци как функция от альфа это 2п умноженная на альфа тогда просим эту формулу значимое число пи выходит ну его в природе куда ни кинься оно везде выплывает так еще равно устроен мир вещей и нашей Вселенной ну а что здесь в радианах у математики принято радиан сами понимаете это 57 копейками в градус если перевести в градусы с у от альфа в градусах то есть на каждый градус угловой угла атаки коррекцион подъемной силы выросает на одну десятую причем это зависимость линейная как видите для симметричного профиля получается вот такая зависимость но всего лишь до угла примерно 10 градусов а дальше начинается с рыв потока и система не работает дальше рисовать не надо потому что непонятно что идет и как вот ну вот собственно линейный кусок здесь единица при 10 градусах и коэффициенте 0,1 и экспериментально и теоретически все это совершенно железно работает до крыла бесконечного размаха вот такое соотношение оно фундаментально и очень важно для нас ну 10 градусов не густо конечно но что делать вообще говоря в гидродинамике где нет пограничного условия и жидкость идеальна и не имеет массы и она не отрывается там ну опять шестерка можно было бы до шестерки ци догнать и больше но увы в реальном газе больше единицы ци не получается ну у самых лучших профилей вортмана там можно до 1,2 догнать вот так догнать и это придет ну у бланика например простенький профиль там больше единички не получается ну коли нас ограничивают по времени значит мы на этом сейчас пока остановимся единственное что я скажу что если коэффициент ци по альфу нарисовать то это будет постоянная величина вот тоже до 10 а потом резкое изменение увеличение резкий рост коэффициента ци и потому что идет срыв потока донное давление здесь сильное сопротивление вот вот это величина 0,01 практически для всех профилей удобно обтекаемых ну и там велитетнообразных тел типа фюзеляжа вот коэффициент ци имеет значение вот такое если разделить коэффициент ци на x в альтинамике он обозначается группой к зовется качеством посмотрите единицу разделить на одну сотку получит 100 вот крыло бесконечного размаха может иметь совершенно великолепные характеристики ну а реально мы такого не получаем почему посмотрим дальше ну на следующий ну давайте на этом остановимся да скоро нас тормознули во время сколько времени часов